Малахову сопереживает вся страна. Что случилось у ведущего? 49-летний Андрей Малахов прошёл довольно тяжёлый путь, пока не стал звездой телеэкранов. Какое-то время ведущий сомневался, что хочет работать на телевидении. Он работал мальчиком на побегушках и бегал за спиртным для старших коллег по цеху. В последнее время в СМИ всё чаще появляются тревожные новости о здоровье Андрея Малахова. Внешний вид телеведущего заметно изменился. Волосы стали лежать иначе, появились лишние килограммы. Последний выход шоумена в свет лишь подогрел слухи о страшной болезни. До этого в сети активно обсуждали, что Малахов стал носить парик. В головы преданных фанатов тут закрались сомнения, кто-то начал думать о диагнозе ведущего прямого эфира. Ещё больше вопросов появилось, когда звёзды начали публиковать видео и фото со съёмок «Голубого огонька». На кадрах заметно, что Малахов заметно поправился. Немного одутловатое лицо, второй подбородок, изменившиеся черты. В комментариях пользователи тут же принялись обсуждать внешний вид телеведущего. А что Малахов в парике постоянно? Он лысый что ли? Боже, что с лицом этого ведущего? Как будто ему уже 90 лет и после кучи пластических процедур. А что с Малаховым? У Малахова что, маска на лице? Вообще не похож. Постарел. Он болен? Пишут пользователи. Сам же Малахов все слухи о своём заболевании отрицает, говоря, что ничего со своей обычной прической не делал. Телеведущий уже было думал, что хочет покинуть профессию журналиста, но в последний момент Малахов решил не сдаваться. Он обклеил стены своей комнаты в общежитии плакатами известных представителей шоу-бизнеса, на которых хотел быть похожим. Со всеми из них он впоследствии познакомился лично. Это идёт отсыл к началу творческого пути Андрея Малахова. Малахов не ходил на вечеринки и какие-либо другие увеселительные мероприятия. Он изучил свою профессию и в итоге стал младшим редактором. По сути, Малахов был мальчиком на побегушках, выполнял мелкие поручения коллег, буквально жил в студии. Забавным стало то, что бегство от пьяного веселья в общежитии обратилось в внутренние походы за кофе вечернее, за водкой для старших коллег по цеху. Но мальчик на побегушках питался информацией, наблюдая за мастерами, жадно впитывая тонкости, нюансы и тайны профессии. Этому не научат в институтах, вспомнил Малахов в личном блоге. Многие годы работы Андрей Малахов отдал Первому каналу. Сейчас ведущий работает на телеканале «Россия-1», где ведёт ток-шоу, прямой эфир и развлекательную программу «Привет, Андрей». Продолжение следует...